20 сентября в 21.40 центр тревоги получил сообщение о пожаре в основной школе Синемяя. На место происшествия выехали спасательные команды из Силамяя, Нарвы, Нарвы Иссу, Ихви и Раквере. При пожаре никто не пострадал, на момент возгорания в здании находился лишь вахтер. Что касается здания, то оно получило серьезные повреждения от огня и воды. Но на учебный процесс данное происшествие повлияет не сильно. Скажите, на данный момент ученики где проходят обучение и как это долго будет продолжаться? У нас есть первые впечатления или понятные, что самоуправление будет принимать решение, что эта школа будет устанавливать и в следующий учебный год мы начинаем в этой стране. А пока у нас будет учеба в Силаме, Астангу, гимназиуме. И может некоторые классы останутся здесь в поселке. А что с учителями будет в течение этого года? Учителя будут так учить детей. Наши дети будут, наша школа останется, и будут учить детей, кто в Силаме, кто в Силаме. И в дальнейшем мы продолжаем здесь учебу. А сколько учеников в школе и учителей? В школе у нас 57 учеников и учителей 18. У нас учатся дети так же в русской отделении, так же в эстонской отделении и в гелегенблус. И поэтому учителя, кто ведут в эстонской отделении, кто ведут в русской отделении, учим предметы. К сожалению, в ходе тушения удалось лишь частично эвакуировать документацию и технику. Об этом велся разговор с мэром Таллина Эдгаром Сависаром, который направлялся в Нарву на торжество, посвященное официальной передаче титула осенней столицы Эстонии. Но узнав о данном происшествии, изменил маршрут и заехал в пострадавшую от пожара школу. У нас здесь наверху мы потеряли целые компьютерные классы. Но сейчас у учителей нет классов компьютеров. Наша первая задача – найти все учебные принадлежности, обрежьте все компьютеры. И, как сказали, может, они найдут какую-то возможность нам помочь в этой деле. Несмотря на то, что очаг пожара предположительно находился на чердаке, о точной причине возгорания пока говорить рано. – Известны причины, почему был пожар? – Я думаю, что эту причину найдет, в экспертизе делает, ясно, эту причину точно я не могу сказать. Я думаю, но это мое впечатление, что там были у нас антенны, были провода, что, может, с этого уголка там, может, эта причина. Алексей Максимов, Алексей Чернышев. Специально для портала «Факт.ЕЕ». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Е. А.Семкин Корректор А.Е. На факт е-е. На факт е-е. О, е-е. Это факт. Факт е-е. Мы от УАН наберем у вас е-е. Смотрите на факт е-е.